Маргарита Русецкая Педагогики, проректором МГПУ по инновационной деятельности. С 2011 по 2013 год была начальником управления, а после заместителем руководителя департамента образования столицы. С 2018 года исполняет обязанности председателя общественной палаты Москвы. Здравствуйте, Маргарита Николаевна. Добрый день. Среди более 5000 языков, которые существуют в современном мире, как бы вы определили роль русского языка и его статус? Ну что же, статистика говорит о том, что русский язык сегодня занимает в мире восьмое место по числу говорящих на нем. Статистика эта, как вы понимаете, не постоянно, она меняется и она очень сильно зависит от интереса к языку. А интерес к языку определяется, конечно, и экономическим развитием страны, и ее достижениями культурными, научными, спортивными. И поэтому, конечно, есть данные о том, что за последние, скажем, 20-25 лет число говорящих на русском языке уменьшилось, сократилось где-то примерно миллионов на 50. Это связано и с изменением уклада политического нашей страны, да, с распадом Советского Союза. Но что нужно сказать? Русский язык, конечно, входит по-прежнему в число основных языков международного общения. Это язык международных организаций, язык ООН, ЮНЕСКО. Безусловно, это язык, который сегодня дает большие возможности для образования, поскольку на русском языке предоставляется сегодня вполне конкурентоспособное высшее образование. Это, конечно, возможности, связанные с трудоустройством, поскольку сегодня рынок труда, по оценкам нашего исследования, составляет потребности в кадрах с русским языком около 125 миллионов человек в мире. Это данные открытых источников Мирового банка, кадровых агентств международных. Ну и, кроме того, русский язык дает, конечно, уникальные возможности отдыха, рекреации, личностного развития, поскольку Россия, русская культура, русская литература – это бесконечная, конечно, кладезь. Что касается вашего института, жителям каких стран вы помогаете изучать русский язык виртуально, в реальности? Нашему институту уже более 50 лет, и, знаете, выпускники шутят о том, что есть две организации в мире, где можно встретить представителей абсолютно всех стран мира. Одна из них – ООН, а вторая – это институт Пушкин. И это действительно так. Представители 150 стран приезжают в институт для того, чтобы изучать русский язык, повышать свои компетенции в области русского языка. Институт является одной из головных организаций нашей страны, который стоял у истоков формирования методики преподавания русского языка как иностранного. Сейчас это кажется очевидным, а еще 50 лет назад русскому языку иностранцев учили по тем же самым учебникам, по которым русский язык изучали и носители языка, то есть в наших школах, в наших вузах. И ученые нашего института, первый ректор института, ныне президент, академик Костомаров, сформировали подходы, методические, научные подходы к системе преподавания русского языка как иностранного. И с учетом международного опыта, и, конечно, с учетом специфики русского языка. Действительно, сегодня тренды образовательные состоят в том, что все больше людей предпочитают обучаться в онлайн-формате. Это удобно, это эффективно, это комфортно. Поэтому и нами четыре года назад была создана электронная школа русского языка. Уникальная платформа, беспрецедентный абсолютно опыт. Аналогичной такой платформы нет ни в нашей стране, я имею в виду по русскому языку, не за рубежом. И она предоставляет возможность изучать русский язык бесплатно, абсолютно свободно, любому человеку из любой точки мира, где только есть доступ к интернету. И изучать его с самых первых слов, то есть с нулевого уровня, и пройти все шаги вплоть до уровня С2, то есть уровня носителя языка. Сегодня на портале обучается уже более 60 миллионов, так или иначе, тем или иным программам, курсам. И мы очень рады тому, что это не только отдельные люди, которые изучают русский язык для своих профессиональных или личных интересов. Мы очень рады, что большую аудиторию среди пользователей портала составляют педагоги, преподаватели русского языка, как иностранного. Вы, конечно, знаете дефицит и потребность большую в преподавателях русского языка, которые существуют сегодня в странах СНГ и дальнего зарубежья. И вот порталы, наша школа профессионального роста, профессиональной поддержки на портале, как раз-таки ответ на этот вызов, на этот дефицит. И у нас сегодня наше такое комьюнити, наше сообщество профессиональное на портале, это 60 тысяч педагогов, даже чуть больше. Это, конечно, тоже уникальное абсолютно явление. Партнерская сеть Институт Пушкина, в чем главная ее миссия и как развиваются школы русского языка в странах БРИКС сегодня? В нашу партнерскую сеть может вступить и стать ее равноправным членом абсолютно любая образовательная организация, которая имеет опыт преподавания русского языка за рубежом и имеет желание использовать лучшие методики и реализовать лучшие практики, которые наработала в институте. И наша задача, как головного центра методического, научного, организационного, передать самые новые методы, методики, как аудиторные, так и дистанционные, онлайн-методики. Это, прежде всего, связано с работой на нашем портале. И это и наша система тестирования, которая позволяет оценить достижения каждого в изучении языка. Вы, конечно, знаете, что изучение любого иностранного языка без тестирования невозможно. Нам это очень интересно, поскольку мы действительно получаем новые данные о том, насколько наши методики, наши тесты эффективны и валидны в каждой конкретной стране, для каждого возраста, для различных групп, будь то дети билингвальные, дети наших соотечественников, которые сохраняют русский язык, учат его наряду с другими уже родными для них иностранными языками. Или это инофоны, те, для которых русский язык абсолютно иностранный, и это другая, конечно, языковая ситуация. Или, скажем, изучение русского языка также отличается в, скажем, странах СНГ, где все-таки русскоязычная среда представлена. Ну, взять, например, Азербайджан, Армению, где на русском языке выходит достаточное количество газет, телепередачи. На русском языке преподают в школах, общаются на улицах. И, конечно, мы, взаимодействуя с нашими партнерами, получаем для нас уникальный материал для будущего развития и методических разработок, и, конечно, это и основания для научных исследований, которых у нас в институте достаточное количество ведется. Ну, а партнеры наши получают действительно вот тот самый уникальный передовой опыт. Ну, и, кроме того, они, безусловно, получают дополнительные конкурентные преимущества. То, что касается стран БРИКС, то, скажем, если говорить о Китае, это один из ключевых партнеров по всем направлениям сотрудничества. В институте всегда, во все годы китайские студенты были самым выраженным, самым значимым иностранным контингентом. Это всегда большие группы, которые всегда очень организованы. То есть это такая сплоченная группа, очень мотивированная, очень нацеленная на достижение высоких результатов. Скажем, в этом году у нас обучается 500 ребят, 500 китайских студентов. Если говорить о Бразилии и Индии, то эти страны пока, вот на сегодняшний момент, еще не так представлены студентами в нашем институте. И не более 10 человек в течение года из Индии, из Бразилии обучаются у нас в институте. Ну, и ЮАРХ – это вообще, да, пока для нас такая редкость, экзотика. Но если говорить о нашем портале, об электронных форматах обучения, то здесь, конечно, гораздо больше и слушателей, которые обучаются. Это уже десятки тысяч человек, которые изучают русский язык, обращаются к ресурсам портала. Причем эта статистика примерно одинаковая и в Китае, и в Индии, и в Бразилии. Ну, чуть меньше она в ЮАР. Ну, мы, конечно, многое делаем для того, чтобы про нас больше узнали, и для того, чтобы о наших возможностях, в том числе о дистанционных, электронных курсах. И для этого реализуем много-много просветительских программ, одна из которых – это вот послы русского языка в мире. Да, об этом следующий вопрос. Международный волонтерский проект. Насколько серьезный отбор проходят его участники, и в чем его главная цель? Этот проект также существует не так давно, но, тем не менее, мы гордимся. Мы уже отметили три года этому проекту. Он также возник при поддержке Министерства образования, при поддержке Росмолодежи, и развивается в рамках, ну, скажем так, поддержки различных студенческих объединений. И в данном случае наши послы – это вариант такого интеллектуального гуманитарного волонтерства. Ребята, для которых интересна миссия сохранения, популяризации и продвижения русского языка в мире, посылают нам свои заявки для того, чтобы пройти конкурсный отбор. В этой заявке они должны убедить строгое жюри в том, что действительно они могут стать послом, амбассадором русского языка. Они владеют русским языком, хорошо говорят, думают на русском языке, умеют писать, изъяснять свои мысли. С другой стороны, действительно, они мотивированы, они креативны, они молоды, они патриотичны, они действительно готовы тратить свои силы интеллектуальные, душевные, временные на вот это уникальное, мне кажется, дело, очень нужное, очень важное продвижение и сохранение русского языка. На сегодня этот сложный конкурсный отбор прошли всего лишь 200 человек, хотя в отборе участвовало несколько тысяч. Действующий посол должен иметь за плечами экспедицию. Он должен отправиться вместе с нашими преподавателями, руководителями этого проекта, в одну из стран. Первыми экспедициями мы всегда предлагаем страны СНГ, поскольку все же это страны, где есть русскоязычная среда, и все же русский язык изучается достаточно многими, и это все же чуть легче, нежели отправиться в страны, где вообще люди, скажем, с русским языком не знакомы, и делать первые шаги гораздо сложнее. Потом это могут быть и другие уже страны. И после завершения экспедиции, в случае действительно успешного прохождения испытаний, вот в торжественной обстановке мы вручаем и значки, и документы, подтверждающие статус действующего посла. И ребята в этой программе у нас вот уже некоторый четвертый год живут, развиваются, и из статуса просто посла, участника вырастают до тьютеров, до наставников. И у нас такие примеры уже есть, когда они отправляются в экспедиции с новобранцами уже в качестве наставников. Ну а сами экспедиции – это, конечно, уникальные абсолютно истории. Вместе с Россотрудничеством, вместе с МИДом, вместе с нашими вузами-партнерами зарубежными мы очень тщательно продумываем программу. Есть уникальные экспедиции, которые проходили не в центральных городах стран, а, скажем, в отдаленных селах, там, где русского человека не видели уже 20-25 лет, так говорили люди, которые встречали наших послов. Для них это было уникальным абсолютно опытом, и для наших ребят уникальным опытом, потому что в этой программе мы делаем ставку на то, что ребята не только рассказывают о России и мотивируют на изучение русского языка, но и сами погружаются в культуру. Нам очень важно, чтобы наши послы максимально узнали и культурные особенности, и историю страны. Многие возвращаются оттуда, выучив первые слова на тех языках, в тех странах, где они были. И это тоже такая изюминка этой программы. И вы знаете, вот действительно за три года охват программы более 35 тысяч человек, то есть в разных форматах в этой программе поучаствовали 35 тысяч человек. И наши послы сегодня уже востребованы как волонтеры в других форматах. Они работали и на Всемирном фестивале молодежи, и на играх соотечественников, и в международных сменах, скажем, в Океане, в Артеке. Наши ребята являются и помощниками, и педагогами, и наставниками детей из рубежа. И вот такая популярность этой программы привела к тому, что мы даже открыли две штаб-квартиры. То есть такие постоянно действующие офисы, в которых можно узнать об этой программе, познакомиться с послами и начать дружить и планировать какие-то совместные акции. Это в Анталии, в Турции, а этот год у нас теперь 19-й год, год культурных и экономических обменов между Россией и Турцией. И во Париже, во Франции тоже штаб-квартира в нашем духовно-культурно-православном центре, где Институт Пушкина также представлен, где у нас есть площади, на которых мы также работаем и реализуем наши программы. Если выучить русский язык вполне реально, то, как вы считаете, каждый ли способен его понять полностью и начать думать на языке Пушкина, Толстого, Достоевского, Тургенева? Я думаю, что все зависит от мотивации. Каждый или не каждый ответить сложно, это как в любом деле. Каждый или может дойти до вершин в изучении, скажем, во владении навыками игры на фортепиано или во владении живописью или другим каким-то видом деятельности. Так и в языках абсолютно это зависит от способностей, конечно, человека, но в большей мере от мотивации. Мы имеем огромное количество примеров, когда иностранные граждане, выучив русский язык, демонстрируют такую русскость, такое понимание и русского языка, и его глубин, его философии, его истории, что даешься диву. Великолепно знают литературу, прекрасно употребляют русский язык. И я думаю, да, при наличии мотивации, при интересе к языку, это возможно, наверное, для каждого человека, как в принципе и для любого языка. Нет языков сложных, нет языков простых, есть интерес к языку и есть желание овладеть этим языком. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо вам, удачи.